друзья всем привет я думаю вы видели эти модели на моем канале и сегодняшнее видео у нас пойдет о том что я хочу мосты с этого поставить сюда вы спросите зачем ну потому что вот этот внешний вид вот эта ширина мостов намного больше чем вот этот соответственно я думаю что когда колеса уйдут чуть-чуть вовнутрь эта тачка будет смотреться еще лучше я вот уже эти колеса накинул и померил здесь у нас с вами получается 24 а здесь 22 на 2 сантиметра 2 сантиметра это очень так сказать я считаю существенно вот и плюс еще здесь я уже посмотрел колеса не до конца сели на хексы ну я имею ввиду вылет хексы большие стоят соответственно если мы сейчас поставим хексы еще поменьше то мы еще где-то по 5 миллиметров с каждой стороны выиграем вот и я думаю что это будет намного симпатичнее смотреться чем вот так вот широко ну и так сказать протестим будет эффект значит оставим я просто тачку хочу оставить себе вот и сделать ее более такую копийную на нее какую-то люстру сделать сзади кунг такой небольшой чтоб светилась и база мне мне нравится не 324 база вот он едет принципе забирается везде так хорошо но ему мало веса вот поэтому как раз металлические мосты с алиэкспресса копии йоты я думаю что сюда пойдут очень даже к месту ну и все попробуем покатаем и решим тогда стоит игра свеч или нет тем более все равно хотел на эту моя модель у меня там другие мосты лежат по типу 1 аксиала поставить вот потому что там аксиал такую модель собрать вы помните что я его брал на запчасти вот поэтому посмотрим что из этого получится вот так что погнали ну что приступаем где монтажу мостов вот и потом посмотрите что сюда встанет тут проблема короче вот здесь типа пин развальцован наверное чтоб не выкручивался здесь резьба сорвана в в общем воткнул отвертку постучал немножечко и и хвостовик отломился вот вот и все нагрел горелкой ничего мне не выкручивается придется высверливать потому что кардан сюда нужно будет вернуть короче еле-еле я с этой фигней справился хотел уже кардан выкидывать снял уже даже со стороны коробки его вот но ничего добил сейчас попробую отсюда рассверлить уже на троечку принципе есть нарезать резьбу просверлены два с половиной сейчас надо нарезать резьбу и чтобы потом сюда м3 этот загнать болтик в общем скинул мосты кардан будет вот такой с двух сторон пины будут стоять чтобы зажался на валу вот здесь хочу вернуть назад штатные амортизаторы не знаю как пойдет вот так что этот пока в сторону вот разбираем передний мост меняем морковку по моему она была в комплекте ну и смотрим значит как они будут вставать уже на нашу каризму на нашего форда стоило игра свеч или нет так сразу делаю ревизию мостам ревизию в каком плане если вы видели на видео как едет рубик смотрите в общем кулаки короче они вот тут в посадочных местах все раздолбанные в общем смотри заменил кулаки подсунул шайбочки смотрите практически ничего нет он небольшое шевеление есть так вот хорошо вот но здесь было просто на колесо ходила не представляете как просто ладно сейчас второй кулак меняем благо они есть вот здесь отверстие видите менее сточен чем у этих делаю вторую сторону и в сторонку их они в сторонку меня и морковку все таки хорошо когда много запчастей вот та морковка которая сломалась вот и была у меня вот я вытащил еще из одной старенькую была новая в общем непонятно шаги непонятные грани стесаны ничего не подходит перебирал перебирал вот эти еще вещи менял в общем добился все таки я того чтобы ничего не закусывала и хорошо крутилась в общем вот этот мост ставим тяги назад но вот вот люфты все равно есть сюда нужны втулочки кит побольше попробую может быть напечатаю чтобы люфтов вот этих не было так что навожу порядок а то тут капец так ну теперь пришло время разбирать вот эту шоссе давайте поехали так ну что накинул вот так вот визуально если вам видно нет ничего вот так может быть ладно смотрите 180 точно не могу показать по вот так 180 здесь друзья мои 200 это вот два сантиметра два сантиметра 20 миллиметров сейчас я тут еще ничего не закреплял поэтому тут все болтается секса еще можно сделать поменьше и еще немножко берется в общем сейчас хочу за вы затянуть все и накинуть корку посмотреть с колесами есть эффект или нет или я только зря заморачиваюсь с этим внешним видом так друзья в общем даже широкие колеса стали смотреться намного лучше тут сколько вылетает и там все колесо в общем по-любому плюс от этого есть кстати вот так вид тоже интересный и есть хотите давайте попробуем маленькие колесики еще сюда вид уже не тот но колесо смотрите уходит еще дальше видите в общем с дисками поиграемся чтобы туда до конца уходила и смотрите как будет ловче смотреться то у нас было грубо говоря 250 на широких колесах а то всего лишь 230 мы приблизились к обычной клее так что вот так теперь он выглядит немножко подшаманим я думаю будет сто раз интереснее аппарат плюс добавится вес снизу соответственно переворачиваемость меньше ну и поедем потом потестируем так что давайте доделывать его и поедем посмотрим как он едет заменил хекты и расстояние даже на больших колесах стало 225 вот сейчас хочу еще тоненькие колеса накинуть и померить на тонких колесах у нас стало вообще 215 215 смотрите чуть-чуть чуть-чуть выпирает по сравнению с задом ну что как вы думаете симпатичный так или нет мне кажется да в любом случае даже если мы поставим широкие колеса это будет равно гармоничнее смотреться вот здесь чем как там сделано очень там ну просто все колеса в стороне здесь практически по пороге так немножко я поигрался с колесами так чисто по примерям и смотрите вот этот внешний вид и этот размер колес мне кажется прям то что надо смотрите и по арочкам я кстати его немножечко осажу вот так он будет ну в принципе она пока еще аккумулятор спереди нет может она и ништяк все получится в общем колеса здесь ничто никуда не выпирает по сравнению вот смотрите то же самое сзади все колеса торчат здесь колес нет не прям практически в арочках блин по-моему это ништяк в общем меняю задний мост получится все думаю отлично не зря заморочился в общем друзья так позанимался рулевая тяг сначала перенес назад а потом и вернул еще и все-таки вернул в общем мне теперь две рулевые тяги и там и там для жесткости чтобы колеса лучше ходили согнул новую рулевую в принципе вот так это выглядит смазал все у меня тут теперь крутится хорошенечко вот узенький стал и теперь опа переворачиваем сейчас еще тут немножко не разобрался и мы будем смотреть подруливание как-то больше болтаю есть а так вроде подруливание вроде нет ходы вроде есть амортизаторы опустил раскрутил сделал легко сзади поставил на одну она одно и то же крепление что и тягу здесь не получается кулаки упираются в них в общем вперед чуть повыше но впереди у нас аккумулятор спереди в общем сейчас запускаю проверяю как все нас это дело работает крутится подвесом аккумулятора смотрю надо ли перекручивать что-нибудь с амортизаторами делать вот если все ништяк и показываю вам вот стоковое положение без аккумулятора перед к вот так он максимально складывается задок складывается до конца и все-таки надо амортизатора повыше приподнять так что сейчас перекручу сзади и поедем наваливать вот тестировать в общем друзья аппарат готов я думаю что вот такой такая ширина клеен ему больше идет он стал похож больше на модель вот и что покажут все испытания единственное что мне не нравится это при поворотах то что машина то опускается одну сторону то поднимается вот так вот грубо говоря вот но это все решается если мы поставим с вами серву на на мост ну а так поедем потестируем смотрите в ближайшем видео как он едет тачка стала тяжелей на порядок не взвешиваю до этого я ее и сейчас не взвешиваю так что погнали тестировать всем спасибо за просмотр пока пока